Друзья, я придумала новое направление, которое будет называться скульптурный фоум. И первый образец мы уже делали на закрытом мастер-классе. Мне очень понравился результат, и результат тех девочек, которые делали потом по этому мастер-классу, тоже такой же изумительный. Так что, мне кажется, в этом направлении нужно продолжать работать. И, вдохновившись первыми успехами, я сделала еще одну статуэтку. Вот такую фортуну. Я о ней уже несколько раз говорила, но сейчас только наконец-то собралась ее сделать. И посмотрите теперь, что мне удалось сделать в этой статуэтке. Во-первых, обратите внимание на поднятые плечи. Девочки, кто уже был на моих мастер-классах, помнят, что я говорила, что еще никогда не получалось у меня сделать не только декольте без шва. Это я уже делала. А вот это поднятое плечо, когда стоит кукла, руки в боки и плечи подняты. Так вот, в этой кукле мне это сделать удалось. То есть я поняла, как это можно сделать. Как обтянуть фигурку так, чтобы не было никаких швов вместе с шеей, вместе с этими плечами. Фигурные руки – это уже норма для нас. Фигурные ноги тоже. Но обратите внимание на вот этот открытый разрез платья. Ноги переходят в туловище и тоже без шва. В принципе, я хочу вам сказать, что здесь можно было бы оголить и всю фигурку. Просто пришлось ее нарядить в платье. Платье хорошо обтягивает все фигуристые части ее тела. Посмотрите на нее со всех сторон. Очень она мне нравится. И я здесь использовала еще тот же принцип, как уже делала на русалочке. Кукольная личика. Ну, чтобы уже полностью вся фигурка была сделана, как настоящая статуэтка. И это фортуна, которая приносит удачу. Она слепая удача, поэтому у нее на глазах повязка. В принципе, наверное, можно будет по такому же принципу абсолютно, но по этому же мастер-классу сделать, например, богиню Фемиду. Тоже с повязкой на глазах, только меч и весы в руках. Но это вы сможете уже сделать самостоятельно. Я не буду повторяться, потому что вот такого плана фигурка, как ее обтянуть, как сделать ее всю абсолютно без швов. Я все это покажу. И пальчики. Я продолжаю работать над кистями рук. Теперь у нее длинные тонкие пальцы. И это копилка. В этот рог изобилия. Можно будет сбрасывать монетки. Здесь есть крышечка для того, чтобы все потом содержимое оттуда вытаскивать. Вот. Ну, а в целом все, что я хотела для вас показать, это то, что это направление скульптуры. Можно еще дальше развивать. Есть еще дальше идеи, из каких материалов и как делать фигурки. Все попозже покажу. Ну, а пока вот это мое последнее творение. Мой, так сказать, прогресс. Я надеюсь, что будет еще больше открытий впереди. Ну, а для вас уже этот мастер-класс тоже готов. И фигурные ножки, кстати, и пальчики здесь внизу тоже все сделано. И стоит она без подставки, потому что прятать здесь нечего. Все абсолютно красиво и без швов. Так что вот таких успехов мы уже начинаем добиваться. Я желаю вам приятного творчества. И надеюсь, что этот мастер-класс вам тоже доставит огромное удовольствие. Особенно после того, когда вот такой шедевр выйдет из ваших рук. Все. Я желаю вам удачи и жду вас на моих мастер-классах. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...